Я бы, наверное, несколько раз сошла с ума. Берите с двойной, по-моему, тот! Как это вообще сниматься? Это как выгни с парашютом. А он прям тебе объяснил, отпустил и погладил еще. Так и здесь оказалось. Почему? И насколько мне сильно повезло. Я потратил несколько дней и сидел, смотрел вместе с дочерью все мультики, которые смотрит она. И вдруг, в числе прочего, я обратил внимание, что она с большим интересом смотрит мультфильм, который называется «Галактический футбол». Интерес, с которым она смотрела и интерес, с которым она это обсуждала, для меня показали, что мы можем совершенно точно комбинировать мальчишеские и девчачьи развлечения в одном и делать из этого зрелище. Такая интересная история, что по сюжету климат вообще везде на Земле поменялся. В Нью-Йорке, так сказать, там снег идет, и люди сидят в шубах заснеженные все, а в Москве, значит, растут пальмы и светит желтое такое солнце. Интересным образом отличается от другой фантастики в жанре постапокалипсиса тем, что он все-таки довольно интересный, красочный и жизнерадостный. Кино про борьбу сил зла и сил добра, но эта борьба происходит скорее на спортивной арене, нежели чем на поле брани. Все заводятся от необычности задачи, особенно когда они понимают, что ты требуешь исполнения, что ты хочешь, чтобы это выглядело достойно, чтобы это не как-то, знаете, там было сделано потом на компьютере, а что вот оно в кадре выглядит и выглядит, и в жизни оно так же выглядит. Всех это страшно заводит. Сниматься в фантастическом кино действительно сложно, потому что ты работаешь с воображариумом в своей голове. Я никогда не играла в кино, и для меня была загадкой, как можно представить себя в той или иной ситуации. Внимание, и начали! Действительно попробовать такое, это как прыгнуть с парашютом. У меня тоже были страхи очень большие, что как это вообще сниматься? Пустота, и ты типа что-то еще должен делать. Если высота для него не стресс, сейчас он хапнет жути. Начинаешь визуализировать, точка на 45 градусов по диагонали, это у тебя один партнер, на 30 градусов по диагонали в другую сторону другой партнер. Это не так легко, нужно найти себя в кадре. Прямо вот за слезом мне нужно движение, прям паническое такое, знаешь? Только снимаясь, ты сможешь как-то этот процесс познать и более стать свободным в нем, и больше каких-то эмоций, переживаний настоящих, вылить именно в кадры. Берите сдвоенный фауэнтон! Это вообще колоссальный опыт, колоссальный. Для меня вообще этот проект как подарок судьбы. Режиссер невероятно огромное количество раз пересказывает содержание фильма словами. Сейчас начнется война, ты боишься, и он мне просто рассказал саму ситуацию. Мне стало легче. Ты приходишь на площадку, все синее, к тебе подходит второй режиссер, и ты расскажешь второму режиссеру, что происходит, что где находится, с чего вы начинаете снимать. Приходит оператор, потом приходит осветитель, потом приходит актер, потом звукорежиссер, потом каскадер и так далее, и ты всем это рассказываешь. И вот так каждый раз… Я не шучу, это честное слово так. Я даже не могу понять, как он это делает, потому что я бы, наверное, несколько раз сошла с ума. Очень много было таких ситуаций, в которых можно было просто все бросить и пойти и плакать куда-нибудь далеко. А Джаник такой спокойный, и он так просто на все это реагирует и говорит, ну, если что, у нас всегда есть план «Б». А если план «Б» провалится, то есть план «Д». Съемочный период – это тяжелое время, ты 12 часов проводишь на площадке. Это три месяца съемок или два месяца съемок, а ты прям живешь в таком вот диком напряжении. Сомкнув зубы работать. Больно ты работаешь, страшно ты работаешь, тяжело ты работаешь. Работаешь до свистка. Ты не имеешь права подвести партнера, потому что команда большая, 11 человек, и вы организм, вы механизм. Если каждый будет честно к этому подходить и относиться, то тогда вы достигнете результата. Джаник – очень клевый режиссер в плане работы, он настоящий фанатик своего дела, я бы сказал, максималист. То есть он всегда пытается сделать что-то, чего до него еще не делали. Джаником непросто работать. Она руки просто поднимает и все. Не то чтобы плохо, а непросто. Припульс будет посылать вам, что она так... Нет, просто очень высокие требования и нежелание мириться с какими-то полумерами, с полумедоделанными вещами, с какими-то сыроватыми. Перфекционизм – это хорошо в данном случае. Не забалуясь. Вообще с ним очень интересно и очень сложно. Он очень много задач ставит. А я пела на площадке – 33 задачи, 33 задачи, 33 задачи. Вот офигевай. Джаник дает совсем другие задачи. Он дает гораздо глубже, гораздо в вечере, в кратчере. Он чувствует каждое изменение твоего состояния. Тебе нужно, как руководителю, балансировать между тем, чтобы люди делали то, что нужно тебе, и между тем, чтобы эти люди делали это с удовольствием. Он может работать одновременно и кнутом, и пряником. Это ровно на одной скорости, на телеге. Это удивительно. Он тебя может ласкать, 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 ласкать. Вдруг в какой-то момент как прихватить, и ты такой от неожиданности почувствовал эту жесткую руку. Перегруппировка под ударом. «Дожди, Джаник, это ты?» А он прям тебе объяснил, отпустил и погладил еще. Так вроде все хорошо. Вот что, снято? Давайте еще один дуб. Давай дуб. Давайте еще один дуб. История о том, что мальчик мечтает иметь много друзей, а мальчик, который вырос без отца и хочет как-то быть матери-защитником и опорой. История этого мальчика, который мы могли бы рассказать через суперспособности, она должна была, мне кажется, захватить внимание детей всех возрастов и стать тем самым объектом, который бы очень хотелось посмотреть вместе с ребенком и родителем. Потому что вот ровно с тех пор, как я стал смотреть эти мультики с дочерью, я понял, как немного произведений, которые хочется посмотреть вместе с ребенком или которые хочется ребенку показать. Мы сидим с ним в комнате, он говорит, классное кино снимаем, говоришь? Я говорю, да, Джаник, я, если честно, до сих пор не понимаю, что я тут делаю. Как я здесь оказалась? Почему? И насколько мне сильно повезло? «Вратарь галактики» — это тот проект, на который обязательно нужно идти. Для чего? В первую очередь, это масштаб. В нашей стране еще нету подобного кино. Честно, давайте признаемся. Мне очень хочется посвятить это кино своей дочери, благодаря которой когда-то мне пришла мысль о том, что такой истории может быть хороший ответ у аудитории. Но меня окружают столько людей, каждый из которых искренне внес в эту картину так много индивидуальности своей. И теперь я не могу отделить себя от тех образов, от тех идей, от тех предложений, которые каждый из участников этой картины туда внес. Свой труд, свое сердце, свой мозг, свой талант. Как тот полководец, который после боя подходит и жмет руку каждому солдату, потому что каждый солдат внес свою лепту в эту победу. Три, четыре, да! Люди совершают ошибки по глупости. По-настоящему сильные люди пытаются их исправить. Только вместе мы сможем справиться с бедой. Потому что жизнь — это борьба. Борьба за тех, кого любишь. Где-то над землей.